В Якутске проходит юбилейный форум мужчин-педагогов. В этом году порядка 40 работников дошкольных образовательных учреждений участвуют в его работе. Согласно программе мероприятий, сегодняшний день определил победителя конкурса профессионального мастерства «Я педагог». Виктория Федорова продолжит. Вот уже пятый год подряд Институт развития образования и повышения квалификации проводят в Якутске форум с участием воспитателей мужчин со всех уголков республики. Очень большое количество представлено мужчин. Свыше 40. Никогда такого не было. Но у нас 116 было, 29. Но нынешний год он действительно урожайным. Но тенденция идет хорошая, то что педагоги мужчины приходят в дошкольное образование к нам. Азамат Хакимов приехал из Ленска. За его спиной 4 года работы в детском саду. Преподает он информатику. Сначала я хотел просто программистом стать, а потом уже понял, что нужно еще и учить этому кому-то. Ну, я учу экологическому мышлению, чтобы дети не боялись технических средств, так как эти технические средства у нас уже везде по нашей жизни присутствуют. Почему-то специальность воспитателя принято считать женской профессией. Однако наша республика ломает стереотипы. В последние годы мужчин в детских садах становится все больше. Так, сегодня в Якутии насчитывается порядка 70 мужчин-педагогов. Если раньше молодые люди считали, что профессия воспитателя – это чисто женская профессия, то сейчас дело повернулось на все 180 градусов. Охотно идут детские сады. Об этом говорит даже тот факт, что всего за 5 лет нас стало в 5 раз больше. Мужчины-воспитатели – это звучит гордо. Также в Якутске появляются детские сады с отдельными группами. С ноября прошлого года в частном саду Кюн-Тегель нет смешанных групп. То есть мальчики в одной группе, девочки в другой. Мальчиков воспитывает мужчина, а девочек, соответственно, женщина. Все наши общественные проблемы, которые у нас есть в обществе, они сводятся к одному. То есть мы из мальчиков должны воспитать настоящих мужей Отечества, а из девочек – полноценных матерей. А смешанная группа, я так думаю, что такого не получается в полной степени. Завтра участники форума поедут в село Чакыр Чуропчинского района. Там они окажут посильную помощь детскому саду и ветеранам села. Мероприятие завершится благотворительным концертом «Подари радость детям». Виктория Федорова, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск.